Друзья мои, всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будет очередной выпуск рубрики обзор парфюмерных новинок и хитов. Сегодня будут очередные несколько ароматов, у меня они лежат вот в таком вот конвертике с открыточкой даже, понимаете, чтобы все было красиво, и вот по девичьи так вот прям прекрасно. Так, я сегодня буду вместе с вами обзорить, по-моему, 5 или 6 ароматов долгожданных, вообще это слов не сказать, каких долгожданных, у меня такая есть открыточка от Atelier Cologne, посмотрите, какая красивая, летняя, это даже фотография, прям целая фотография. Сегодня будет и Ниша, и Шонели немножечко будет, ой, как я давно хотела этот аромат пообзорить, обалдеть, сегодня все пообзорим с вами, обозрем. Как говорит Кватин, обозрем сегодня с вами все. Итак, первый аромат это Аква Депарма Камелия, вот такая вот черная бумажечка, это ароматы в черных флаконах, с черными бумаженциями. Аромат 2019 года, желтый мандарин, кардамон, жасмин, мускатный, не орех, шалфей, мускатный шалфей, мускус и бензоин. Аромат мне достался за покупки Аква Депарма, я покупала свечку, не видно вам, он там стоит на дощечке, но я позже когда-нибудь, в каких-нибудь выпусках, фаворитах парфюмерных вам расскажу. Когда он стоял в магазине, я на него вообще совершенно не обратила внимания, не знаю почему, вот как бы все попробовала, и Юзу, и Сакура мне понравилось. Уды это слишком тяжело, как-то очень много мускулиности там, ну слишком. И мне дали его за покупки, и вы знаете, я им облилась и на кожу, и на одежду, и на волосы, и потом по новой, и потом по второму кругу, и по третьему. Честно говоря, мне он очень понравился, и мне в нем было очень хорошо, и я понимала, что он мне что-то очень сильно напоминает. И напоминает он мне, друзья мои, Шанель Шанс Оригинал, вот эту вот желтую шайбу, Шанель Шанс, классическую версию парфюмированную воду. Это свежегоршливые цитрусы и специи, это очень чувственно, это очень сексуально, это очень бодрящие за счет цитрусов, да, это очень чувственно за счет мускуса и специй, прям такой вот притягательный, вроде бы и холодный, и теплый аромат. Стойкость у него дольше, чем в обычных колониях от Аквадепарма, вот этих вот голубых, там, либо еще каких-то розовых, Нобили, вот это все, здесь дольше длится, дольше стойкость, но не такая уже, прям, знаете, там, зашкаливающая. Когда я поняла, что этот аромат похож на Шанель Шанс Оригинальную версию, я передумала себе его покупать пока что. В Шанель Шанс, там, он больше такой острый, перечный, больше такой, ну, не знаю, сильный, строгий аромат, а здесь все то же самое, только вот градус немножечко снижен, немножечко мягче, все то же самое, цитрусы, специи, перец, вот эта вот горчливость, строгость, но немножечко-немножечко все помягче. Очень классный аромат, я люблю сочетание несочетаемого, когда есть и мягкость, женственность, и черствость, мускулиность, и вот какая-то сочность, цитрусовость, и перечность, и специевость, я вот это вот все люблю, мне прям нравится. Покупать себе пока что не буду, вот с удовольствием сносила вот такую вот миниатюрку, классный-классный аромат. Следующий аромат, открыточный, это Ателье Колонь Лемон Айланд, лимонный остров, аромат 2020 года, лимон, жасмин, ваниль, все, точка, это очень пляжный свежак. Вот есть такой определенный круг пляжных ароматов, которые всегда очень такие теплые, сладкие, тягучие, густые, жасмин, там, нерали, такие тропические, едкие цветочки, я их так называю, а-ля терракота. Вот представьте, что в эту а-ля терракоту добавили свежака немножечко, такого лимонного лимона, и получилась не терракота, а такая свежая лимонная терракота, а называется она Лемон Айланд. Я не люблю жасмин, мне этот аромат не понравился, но только лишь в силу моих личных предпочтений, я не люблю жасмин, я не люблю вот эти едкие тропические белые цветы. Но в целом, если вы любите вот этот круг пляжных ароматов, присмотритесь, потому что это немножко другое прочтение, это немножко другой соус. Это, да, пляжный аромат, известный как бы всем, но он свежий, он свежий, он лимонный, он не такой, как все. Ну и моря здесь очень много, это очень такой морской, свежий, бриз, соленость немножечко здесь присутствует, жасмин, ну и, конечно же, пляжная, пляжная тематика. Живанши джентльмен, джентльмена немножечко в студию, аромат 2021 года, кардамон базилик бергамот, ирис кипарис кумарин, кедр, все на кэ, типичный мужской парфюм, типичный мужской одеколон, это когда пена для бритья, древесность и немножко специй. Сладкий ирис в начале и пена для бритья в раскрытии, пена для бритья как бы в конце. Туалетная вода интенс, почему интенс, без понятия, мне кажется, аромат очень мягкий такой, пенистый, ну то есть такой как бы мягонький, не так что интенс, который прям вот заходит в комнату и как бы все упали, нет. И мне, честно говоря, не очень понравился этот аромат, потому что я не люблю ароматы, которые пахнут пеной для бритья, то есть я не люблю такие мужские ароматы, их ненавижу, я вообще не понимаю, зачем тонны делают одинаковых, вот штампуют эти вот пенистые, лосьоно-стругательные вот эти вот ароматы мужские. Я бы вот честно не хотела, чтобы мой мужчина вот так вот пах, пеной для бритья. Следующий аромат, просто чешутся руки безумно, я прям не могу, так хочется его показать, рассказать, попробовать, пощупать, я уже, конечно же, все это сделала, но прям, ааа, это Шанель. Пятерка Ле, аромат 2016 года, альдегиды, приготовьтесь, я уже приготовилась, цитрусы, нерали, иланг-эланг, белый мускус, ирис и кедр. Я подходила, знакомилась, пробовала, и на бумажках, блин, и на коже, и везде, и я убегала, сломя голову, потому что это мне казалось не очень, мягко говоря, то есть мне это не нравилось, я убегала, сломя голову, мне это все было фу. Получив пробник, вот этот вот красивый, кстати, посмотрите, как будто бы выбита, выдавлена форма флакончика. Получив пробник, уже с таким вот фу-бэкграундом, я очень, очень хотела еще раз, и еще раз, да еще много, много-много раз попробовать его на себе, уже прям попробовать в жизни. Для меня это лимоны, это пудровость, и, внимание, прелость, я не знаю, как это объяснить, но это аромат прелости. На фрагрантике вообще все девчонки и мальчишки вообще все пишут, что это аромат чистоты и свежести. Мне кажется, что этот аромат олицетворяет то, что ты помылся каким-то лимонным ретро-мылом и сопрел. Вот именно не потом, конечно же, пахнет, а какой-то прелостью вот в комнате, в которой нету вентиляции, и там очень много чего-то мылось, стиралось, и вот не проветривалось. В целом аромат не про веселье, он как бы не веселый, не жизнерадостный аромат, он как будто бы похож на освежитель воздуха в комнате, в которой вот нет вентиляции, в которой нет вообще никакого выхода воздуха и входа. Следующий аромат это намат, следующий аромат это намат, понимаете, я сегодня прям рифмую, это намат от Хлоя. Аромат 2020 года, основные ноты это слива, дубовый мох, сандал и мускус. Стоит отметить, что это первый намат, а, версия Абсолют де Парфюм, Абсолют де Парфюм. Стоит отметить, что это первый намат, с которым я вообще познакомилась, что-то я какая-то желтушная немножко, ну ладно. Это первый намат, с которым я познакомилась. Оригинального намада я никогда не чувствовала, не вдыхала, не знаю, как, что он из себя представляет. Этот аромат пахнет очень сладко-сливово, прям сливовым вареньем, какими-то сладкими фруктиками. Сахарный аромат, прям сахарная вата. Меня относит, честно говоря, куда-то к Паула Терензи и немножечко к Бакаре Руш от Куркеджана. Не знаю, почему он называется намат и почему вообще сладкая вата, кочевники. Но для меня это фрукты сладкие, прекрасные, очень съедобные. Сахарная вата, сахарность, вот это вот такая вот прям вкусняшка. Вот вкусняшка, по-другому не скажешь. Гурманский аромат. Громкий, заметный, яркий аромат. Чувствуется, конечно же, от него шлейф. Почульки, я тут даже какие-то нахожу дубовый мох, конечно же. Ох, немножко такая остриночка и глубина почули. Люблю, обожаю почули, боже. Они всегда делают аромат любой, каким-то богатым. Вот не богатым, а вот богатым, таким вот прям густым. На фраге люди пишут про какую-то замшу, вот здесь вот замшу, про какие-то замшевые сапоги. И когда прочитала про эти сапоги, я подумала, а что, какие сапоги это, слива и фрукты. Вот это удивительно, конечно, насколько вообще у нас разные носы восприятия сапоги, друзья мои. Это фрукты и сливовое варенье, и сахарная вата. Вот сапоги и сахарная вата, как бы вы понимаете, да, нонсенс. Мне аромат понравился, он немножко не из моей стези, я не очень люблю сладкие ароматы, но вот почульность меня манит здесь. Мне прям нравится, чтобы в мох почули, вот это все, я люблю, вот. И буду еще тестировать перед покупкой, потому что, ну, сладкий, сладкая слива почули-мох. Классный аромат, вкусный, вкусный. Я люблю гурманику, но опять же повторюсь, что не покупаем вслепую ничего, не тратим деньги впустую, потому что велик риск того, что вы поносите один-два дня, и потом, потом все, и как бы будет стоять. Поэтому немножечко еще поношу, разношу, посмотрю, надо оно мне или нет. Если у вас есть этот аромат, напишите мне, не устаете ли вы от сладости. Ну и все, друзья, это были все парфюмы, про которые я хотела вам сегодня рассказать. Я обожаю эту рубрику! Парфюмерные новинки и хиты. Вы напишите обязательно, нравится ли она вам, потому что я от нее просто балдею. Это такие всегда новые яркие эмоции, вот эти вот новые парфюмы, с которыми ты знакомишься, это кайф. Вообще вот эта вся тема парфюмерии, какие все-таки классные эмоции она дарит. Вот просто супер классные. Ладно, лирическое отступление, лирическое окончание видео. Всем огромное спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, если оно вам понравилось. Напишите обязательно, у кого на мат, абсолютный парфюм, обязательно напишите, как он вам. И вообще в целом, пишите мне, дорогие мои, какие открытия были у вас этим летом, которые вас вот прям поразили в сердечко. И сердечко забилось прям быстро от парфюмерных каких-то впечатлений. Напишите мне, дорогие. Ну и все, я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья мои. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok